Всем привет! Сегодня мы попробуем, как летает потенцией Катом СЕ на открытом воздухе. И я планирую сегодня записать небольшую инструкцию, как им управлять. Если, возможно, сегодня в этом видео что-то я упущу, дома я планирую записать еще одно видео уже с подробной полной инструкцией по управлению этим квадрокоптером. Давайте начнем. Смотрите. Для того, чтобы его включить, нужно подсоединить телефон к пульту управления. Вот, берете провод под ваш телефон, один конец вставляете в пульт, второй в телефон. Вот, вставляете телефон в пульт. Вот так, вот таким образом. Потом берете, ну, вставляете, естественно, батарею в дрон, и снизу у него находится кнопка. Включение. Для того, чтобы включить, нажимаете один короткое нажатие, а второе длинное до включения. Ставите его, желательно, на ровную поверхность. Затем, также включаете пульт короткое нажатие и длинное. Кстати, забыл телефон включить. Сейчас включится. Как раз этот самый дрон постоит, найдет спутники, и мы его подключим к пульту управления. Сейчас загрузится. Так, вот, загрузился. После того, как включили пульт управления, автоматически загружается программа. Ну, как бы я установил, вы сможете, я в одном из видео уже показывал, либо на официальном сайте, либо на коробке есть QR-код для скачивания приложения для этого дрона. Вот, открываете это приложение, ждете, пока загорится синим цветом вот эта кнопка. И когда дрон не выключен, либо не подключен к пульту, она горит синим. Вот, нажимаете на эту кнопку, вот, connected пишет. Сейчас отсвечивает. Вот, видите, появилось изображение с камеры дрона. Вот, для того, чтобы протестировать, я развожу стики. То есть, у меня всегда пишет, проверьте батарею. Ну, как бы, я знаю, что я хорошо вставил батарею, поэтому я нажимаю confirm. Не знаю, почему-то вот они всегда сделали так, чтобы появлялось это сообщение. Вот, теперь смотрите. Не, экран отсвечивает, наверное, не получится сегодня показать вам, как им управлять. Запишу я дома, так, чтобы не отсвечивал экран нормально. Сегодня солнечная похода и бликует сильный экран. О, смотрите, вот поймал он 26 спутников. Качество видео я выставил 1080p, 30 fps, ну, кадров в секунду. Смотрите, можно менять это значение. Можете ставить 2,7, ну, либо 60 кадров в 1080 в секунду, либо 2,7К, либо 4К можно ставить. Вот, также вы можете, как оно называется, баланс белого, белее, темнее, вот, выставлять. Не, наверное, сегодня я просто его потестирую, а дома запишу, чтобы вам хорошо было видно экран. Сейчас я его откалибрую, потому что на новом месте, ну, и, честно говоря, я его ни разу даже, как купил, ни разу не калибровал, так летал, просто без калибровки. Вот, давайте сделаем калибровку компаса. Так, пишет старт калибрэйшн. Начинаю я прощу. Так, вертикальная калибровка. Так, калибровка выполнена компасом. Так, теперь... Так, я посмотрю, есть камень, есть карта памяти, не достал я ее. Да, стоит карта памяти в нем. Сейчас попробуем полетать. Так, смотрите. Запускаю, запускаю винты. Для того, чтобы запустить винты, развожу стики и нажимаю вверх. Нажимаю вверх. Вот, видите, он взлетел. Давайте нажму запись видео. Вот. Ну вот, он стоит четко, видите? Вот, на улице вообще идеально. Видите, светит солнце против камеры. Сейчас засвечивает кадры. Попробую кружок пролететь. Не, ну, летает вообще обалденно, конечно. Это... Это, конечно, не те дешевые дроны, которые... То есть, ну, я вообще малейшим движением могу управлять. Это вообще обалденно. Так, сейчас остановимся. Устанавливаю видео и... Попробую в качестве 2.7 поснимать. 2.7К. Так, запускаю... Видео. Давайте вот попробую. Блин, солнце. У меня солнце, по-моему, портит кадр. Сейчас я... Попробую выбрать точку, чтобы... Не засвечивал кадр. Я вот так вот сниму дерево. Сейчас опущу его вниз. Сейчас такой открывающий кадр сделаю. Так. Вот так ниже опущу. И буду потихоньку поднимать... Поднимать его вверх. Вот так будем снимать дерево. И сейчас вот так подвесим еще. Блин. На солнце плохо видно. Так, сейчас вот так в центр кадра... Возьму... Дерево... И буду... Вот так плавно подниматься. Теперь вот так вот можно... Вокруг дерева такую орбиту сделать. Вот облечу дерево. Ну, это ручная орбита, если что. Это я вручную делаю. Если коряло как-то... То не судите строго. Вот, ну, для съемок, в принципе, ну, как бы... Вот он очень удобный в управлении. Что я могу сказать по этому поводу. Управлять ему очень классно. Он вообще не лагает, не тормозит. Ну, реально, блин, одно удовольствие. Ну, вот сейчас. Вот так вот... Вокруг дерева облет сделаю. Не, ну... Очень классная вещь. Конечно. Очень классная вещь, конечно. Реально он, блин, слушается. Не тормозит. Я вообще не переживаю, что его заглючит. Но вот бывают дроны... Вот он летит, потом раз... Его начинает то в сторону кидать, то еще что-то. Это здесь все четко вообще. Вот. Малейшее нажатие он чувствует. Вот. По чуть-чуть. Хоть по чуть-чуть, хоть быстро. Так, сейчас я попробую вот так вокруг деревьев полетать. Ну, а инструкцию я уже запишу дома, потому что... Смотрите. Смотрите. Потому что здесь отсвечивает солнце. Я, в принципе, экран даже не сильно хорошо вижу. Вот сейчас солнце за тучу зашло. Красивый кадр. Наверное. Сейчас над деревом полечу. Сейчас над деревом полечу. Хороший кадр. Нормально. Смотрите. Блин, ну дрон крутой вообще. Меня будут на дерево. Смотрите. Сейчас задам вот так. Так, а сколько заряда? Я что-то увлекся, сколько заряда осталось. Я забыл посмотреть, сколько батареи. Еще 38%. 38% заряда. Сейчас попытаюсь показать вам. Вот. Блин, ну дрон вообще бомбецкий. Дрон вообще кайфовый. Вот реально. Он того стоит. Ну если сравнивать вот эти дроны за 30, за 40 долларов, ну они рядом не стоят вообще. А даже в принципе за его цену, даже если вот это SG906 там какие-то там, ну они и в подметки ему по управлению не годятся. Там F11, они реально глючены их постоянно. Унитазит. Ну а здесь все четко. Подлетит. Здесь вообще проблем никаких. И он полностью управляемый. Я ну реально могу рассчитывать на него. На 100%. Я знаю, что его не заглючит. Так, а давайте. Ну видите, я среди деревьев летаю вообще без проблем. Ну я знаю, что можно рассчитывать на него. Что его не заглючит. Так, а давайте попробуем пока еще совсем не сел аккумулятор. Попробую я по режиму следуя за мной. Так. Сейчас я отлечу немного назад. Так, теперь попробую. Вот для того, чтобы включить следуя за мной режим, нажимаю сюда. Нажимаю follow me. Так, что он написал мне? А, 5 метров высота должна быть. А сейчас какая? А, сейчас 3,9. Сейчас 5 на 5 метров взлечу. Так, вот 5 метров. Алло, в батаре. Короче, батарея садится, поэтому, ну да, уже 20% осталось. Поэтому, 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 поэтому я сейчас заменю, наверное, батарейку. И попробую этот режим. Вот он. Вот он там. Надо мной вести, видите? Так, сейчас я его посажу на базу. Так, выключу видео. Сейчас буду совершать точнейшую посадку. Где он там, где? Видно его, не? О. Не хочу попортить пропеллеры. Поэтому я подложил под него сундучок. И буду сажать на него. С него взлетал. И на него хочу посадить. Так. Посадку разрешаете. Посадку разрешаем. Отлично. О. Откуда взлетел, туда и приземлился. Так, осталось у меня 11%. Блин, ну дрон вообще классный. Я не перестану это повторять. Мне он нравится. Так, сейчас я заменю батарейку. И мы с вами попробуем режим следы за мной. Как работает. Сейчас я отключу. Поставлю. Ну, по-моему. Так, заменил я батарейку. Мы подключил дрон. Вот, нашел он уже 12 спутников. 13. Сейчас мы попробуем, как работает следуя за мной режим. Так. Поднимаю его вверх. Но, смотрите, здесь, короче, версии SE по TNC-катам. Здесь следуя за мной через GPS. А без приставки SE по TNC-катам, там уже визуальный контроль. Там он лучше работает. Сейчас мы проверим, как на этом работает. Мне самому интересно. Ну, я видел, что на том, который без приставки SE, очень круто работает. Все режимы. Здесь не знаю как. Так. Разверну его к себе. Включу запись. Так, на 5 метров. Сейчас подойду к нему ближе. На 5 метров подниму. Так, какая у меня высота 4,6 метра. Вот. Вот, 5 метров. Сейчас 5 метров. Нормально. Нагодится. Подвес немножко. Вот так. Опущу. О, сейчас хорошо. Солнце не засвечивает. Я как раз опустил как надо. Вот. Сейчас немножко назад отключу. Так. Это самое. Нет. Так. И нажимаю follow me. А, я что-то увлекся, не снимаю экран. Вот. Нажимаю follow me. Следуй за мной. Вот. И буду посмотреть. Вот. Буду идти. И дрон, видите, за мной идет. Идет за мной. И вот. Поворачиваю. Ну вот видите, он за мной. За мной наблюдает. В другую сторону. Сейчас попробуем у него. Вот. В другую сторону. Ну, в принципе, следит он за мной. Вот. Так, назад от него попробую пойти. Видите, идет за мной. Ну, и в сторону, видите. И от него, и в сторону иду. Ну, в принципе. Более-менее, вроде. Функция эта работает. Вот. Ну, вот, хожу. Брожу, ничего не делаю. А он за мной смотрит. Так, режим опти. Он переключился в режим опти. Потерял спутники. Артем. Потерял спутники. Ну, бывает. Ситуация сейчас такая у нас. Прогушились спутники. Ну, короче, буду я заканчивать, наверное. Ну, они пытаются. Спутники пытаются появиться. Иногда появляются. Но пропадает. Видно. Полечилась бушилка. Вот. Буду заканчивать сегодняшнее видео. Ссылку на него я оставлю в описании. Ну, как бы я скажу, что дрон мне очень нравится. Я вообще ни разу не пожалел, что взял его. Вон, 4-5 спутников. Ну, чуть-чуть пробиваются, еле-еле. Давят сигнал. Так, сейчас посажу его. Так. Ну, 4-5, там ноль такое. Ладно, буду заканчивать сегодняшний обзор. Выключаю видео. Видео вставлю образцы сюда. Все, кто были со мной, большое вам спасибо. Ссылку на него я оставлю в описании. Дрон очень крутой. Мне нравится. Ну, реально. Он того стоит. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.